Микс Ньюс На Болткоме Разворот У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Добрый день уважаемые радиослушатели В эфире внеочередной выпуск Программы Разворот Проведем его сегодня мы Меня зовут Андрей Лешкевич Вместе с Кариной Эванс Здравствуйте! Здравствуйте! В гостях у нас сегодня Российский пианист и педагог Вьяков Кацнельсон Добрый день! Добрый вечер! Добрый вечер! И вместе с Яковом у нас в студии Гостит Ирина Козера Представитель организаторов концерта Якова Который состоится завтра В 18.00 в Новой Церкви Святой Гертруды Мы еще напомним об этом выступлении Концерта обязательно в завершении эфира Сейчас я напомню телефоны прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните, задавайте свои вопросы Также пишите нам в видеочате На портале mixnews.lv Итак, Яков, расскажите, с чем вы приехали в Ригу? Впервые ли вы приехали в Ригу? И вот с чем вы выступите в этот раз? Ну, я далеко не впервые в Риге Я очень много был в Риге еще с моего детства Можно сказать, что я целый, каждый год ездил сюда Потом я уже начал ездить сюда с гастролями Нет, я достаточно часто сюда приезжаю То есть это знакомый для вас город? Да, это знакомый и очень любимый город Ну, сейчас меня просто пригласил отец Павел Лютеранский пастор С некой лютеранской миссией Просто исполнить концерт В качестве такой миссии Такого подарка для лютеранского прихода А миссия заключается в чем, вот это слово? В концерте Нет, ну, это означает, что это просто такое Как мое приношение для лютеранского прихода в Риге А вы до этого уже как-то, ну, если так можно выразиться Сотрудничали с церковью? В Риге ни разу нет А почему за все это время вот так не сложилось? Потому что мы не так давно познакомились Это все случилось в Москве Это связано с некоторыми особенностями моих программ Которые тоже состоялись в Москве И просто несколько лютеранских пасторов И община лютеранская просто пришла на один из моих концертов Где были исполнены сочинения Баха Такого религиозного содержания А еще мы знаем, что живет ваш ученик Молодой пианист Артур Цингуев здесь Если что, у вас было совместное сотрудничество с ним Конечно, ну, он ученик Элиссо Версаладзе В то время, когда я у нее работал ассистентом И мы очень много занимались, работали с Артуром Один из самых ярких и способных наших учеников Я уже приезжал по его приглашению сюда два года назад Потому что он тоже организовывает здесь замечательные концерты и мастер-классы В Ригу вы все-таки можете выделить как-то на музыкальной карте Ну, я не знаю, будь то постсоветские страны или восточную Европу Она как-то в музыкальном плане отличается или выделяется? Вы знаете, так сложно сказать Потому что каждая страна чем-то выделяется и чем-то отличается В музыкальном плане? Да, конечно Ну, Рига-то в таком случае чем? Ну, Рига отличается, наверное, тем, что это, с одной стороны, бывший Советский Союз И наши традиции, и наш уровень Все-таки очень высокий советский уровень И люди привыкли к гастролям именно наших музыкантов И таким очень тесным контактам С другой стороны, это все-таки европейская страна Совершенно с определенным тоже характером То есть сплав получается? Да, 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 получается такой сплав А вот говоря об уровне, вы сказали Советский Союз То есть получается, после развала Советского Союза уровень упал, получается, так? Вы знаете, уровень падает сейчас везде, во всех странах С чем это связано? Это, наверное, связано с тем, что просто очень много музыкантов Раньше не было такого количества Теперь сейчас очень много, и это такое немножко, как конвейер Это стало престижно, или это стало, может быть, выгодно, я не знаю Ну, просто сейчас это, честно говоря, я не знаю Просто это приобрело какой-то гораздо более глобальный характер Раньше это было более, музыкант был как более штучный раньше Сейчас это немножко такое вот массовое что-то Но вы отрицательно на это смотрите явление? Конечно То есть, казалось бы, то дело, которым вы занимаетесь, оно наоборот популярно стало И популяризировано, но тем не менее В нашем деле очень важны просто личности сильные А когда так много всего, то можно потонуть вот в этом количестве Вы сталкивались и с нашей виолончелисткой, например, Кристины Блауманой Как вы оцениваете уровень местных наших музыкантов, с которыми вам приходилось работать? Ну, Кристина Блаумана – это виолончелистка мирового уровня, вообще мирового масштаба Я бы ее вообще не назвал бы местным Вот вообще что-то местное слово это совершенно не подходит к такой личности, как Кристина Блаумана Скажем, наша А вот это я считаю, что Латвия может этим просто гордиться Что такой музыкант, действительно настоящего высокого уровня Относится тоже к этой замечательной стране Большое всегда удовольствие с ней работать Жду ее приглашений Ну вот концерт, который вы дадите в Риге Он ведь благотворительный концерт За пожертвование получается Да Вот я не знаю, насколько корректно называть это, конечно, форматом Ну, употреблю это слово Вот такой формат, концерт за пожертвование Он как-то отличается, он как-то способствует другому настроению Я не знаю, другой атмосфере Ну, нет, нет, это совершенно Здесь нет никакой прямой связи Концерт есть концерт И его надо играть на 100% уже ради концерта А уже то, что он благотворительный Это уже где-то на другом уровне То есть для вас это одно настроение Для меня, да Для представителей, я не знаю, там, света Или играете для людей, которые там за пожертвования пришли Более такие, ну, обыкновенные, что ли, люди Вы знаете, настроение каждый раз разное Но это очень спонтанная вещь Это может возникнуть вот уже во время самого концерта А общее настроение до концерта всегда одинаковое Как вы подбирали программу для этого концерта? Почему именно эти композиторы? Почему именно эти произведения? Ну, здесь несколько причин Во-первых, это все очень хорошая музыка Во-вторых, она... Вот эти произведения, которые я играю Входили в несколько программ, которые просто вот сейчас В данный момент мне надо было играть Во многих местах других И еще я, конечно, думал о том, чтобы С одной стороны сыграть что-то, что все знают С другой стороны сыграть что-то совсем непопулярное И вот то, что меньше знают, наверное Это произведение Леуша Яначека Это соната 1 октября 1905 года с улицы Да, ее все-таки мало знают Хотя, конечно, я бы не сказал, что это совсем неизвестная вещь Но широкий круг ее не знает А она того достойна Чем вас привлекает это произведение? Немножко, может быть, о композиторе Тогда так с образовательной целью расскажем Ну, Леуша Яначек вообще очень популярен в Европе Это один из самых сейчас таких играемых композиторов И очень любимых среди музыкандов И среди слушателей, наверное, тоже А у нас в стране он не настолько популярен И не настолько его много играют Вот, фортепиано и его сочинения У него достаточно много этих фортепианных сочинений И соната очень интересная Она носит такой очень драматический характер Практически, как и все его сочинения Он такой немножко При доброжелательном отношении Можно сказать, что у него часто Очень мрачные настроения в его произведениях Хотя, конечно, как у любого гения Они сразу обо всем Но конкретно эта соната связана была С студенческим восстанием в Брно Когда Яначек стал свидетелем убийства студента Это на него произвело очень сильное впечатление И таким образом создалась соната Первая часть из которых называется «Предчувствие», вторая — «Смерть» И еще в первоначальном варианте Была еще третья часть Это такой был масштабный Большой похоронный марш На премьере И сам Яначек Был страшно недоволен Своим этим произведением И не дал разрешения на издание этой сонаты И выкинул ноты во Влтаву Но пианистка, которая исполняла это произведение Записала по памяти две первые части И через много-много лет Уже когда ему исполнялось 70 лет Она ему это сочинение сыграла Уже вот эти две части И тогда он уже совершенно по-другому Отнесся к своей собственной же сонате И уже дал разрешение на издание Целая легенда Да, потрясающая история У нас такая интересная история А вот вы сказали, что многие вещи Которые вы будете исполнять Вы их исполняли уже много раз Во многих городах Вот как меняется ваше восприятие произведения И ваше исполнение произведения По ходу того, как вы играете множество раз То есть вот не возникает ли этого Как вы сами сказали Конвейерного такого момента Когда вот, ну, я не знаю Приедается что ли произведение Как это происходит? У меня такого не бывает Потому что здесь есть опасность Если играешь каждый день Вот это, кстати, опасность Которой сейчас подвергаются Очень многие современные музыканты Которые вот вошли в самую вершину Концертной жизни Их эксплуатируют настолько Что вот это вот немножко иногда превращается Их эксплуатируют? Они как бы, они к этому... Они ничего сейчас не решают Сейчас не музыкант ведный И ничего сам не решает За него все решают его импресарио Его агенты И те люди, которые его приглашают и организуют То есть так происходит не только Вот в популярной музыке В какой-то там индустрии В классической музыке Да, абсолютно Именно так и происходит И особенно это происходит С молодыми исполнителями Которые должны еще что-то завоевать Какое-то имя Вот пока они вот это имя завоюют Им надо настолько много работать Что условий совершенно не создается Именно для того, что вы сказали Для того, чтобы произведение менялось Человек менялся, развивался вместе с ним И тогда вот происходит именно то, о чем вы говорите У меня и к сожалению, и к счастью Такого не происходит Поэтому я даже не знаю, о чем вы говорите Почему, к сожалению? Разве не хорошо быть самому себе хозяином? Хорошо, конечно Да нет, ну Во всем есть плюсы и минусы Наверное Вы, получается, избежали вот этого Вот той ситуации, которую вы описали? Да, я избежал, конечно А каким образом вам это удалось? А мне это удалось, потому что я нигде Не победил никогда Ни на каком очень престижном конкурсе Но на конкурсе побеждали Как свидетельствует ваша биография? Я побеждал, ну как, у меня никогда не было первой премии Какого-нибудь настолько престижного конкурса Чтобы я попал в такую струю Которая вот начала бы меня крутить по всем городам и странам Вот в таком масштабе, как это происходит сейчас С лауреатами конкурса Чайковского, Шопена Вот каких-то вот там Королевы Елизаветы Ну вот каких-то таких самых-самых известных Но вы осознанно, получается, это делали? Нет, неосознанно Это все постепенно так получалось Но вот у меня так все правильно получается Само Ну вы в одном из интервью сказали, что конкурсы вы в целом даже ненавидите Но тем не менее участвовали в них в течение 10 лет Все-таки чего-то хотелось добиться Ну для того, чтобы мне их ненавидеть Мне же, наверное, нужна была какая-то причина Вот я за 10 лет в них участвовал И их ненавидел А после 10 лет их ненавижу еще больше А что именно вы ненавидите в конкурсах? Соревновательный элемент какой-то или что? Соревновательный элемент очень далек от музыки Это вот то, с чего мы начинали разговор Поскольку у нас все-таки самое важное – это индивидуальность и личность И когда начинается сравнение одного с другим То там появляются какие-то объективные критерии Объективных критериев у нас быть не может И поэтому немножко есть стандарты В которые всем нужно вписаться Я даже помню свои собственные подготовки к конкурсам Когда я все время думал, что я бы сыграл вот таким образом Но так нельзя, потому что я еду именно на конкурс То есть вы такой нон-конформист, можно сказать, в классической музыке Вы не хотите принимать рамки и правила какие-то, которые… Мне кажется, что это естественно Для музыки рамки и правила Ну да, вот понимаете, когда экзамен, когда конкурс – это одно Здесь очень тонкая грань Ну просто классическая музыка чисто абстрактна даже Это ведь есть понятие классичности, классицизма, я не знаю А в том, что это все-таки что-то строгое, не нечто, что сделано по правилам Ну, условно говоря, это не джаз, где позволяется сделать множество шагов вправо или влево В классике все довольно-таки строго То, что вы говорите, как бы немножко опровергает Вы знаете что, я считаю, что и в джазе все очень строго и по правилам Там все импровизации в настоящем джазе И все тоже очень по правилам и очень строго Но если концептуально о жанре вообще То есть он более такой Да, конечно Но просто эти правила все-таки устанавливает исполнитель тоже Ну, например, конкурсы могут являться трамплином для молодых исполнителей А целью многих молодых, наверное, музыкантов является все-таки то, чтобы их имя стало известно Или это неправильная цель? Какова должна быть цель классического музыканта? Ну, нет, это очень важно для молодых исполнителей Просто, к сожалению, в какое-то время, достаточно долгое время Это была единственная возможность, чтобы молодого исполнителя как-то узнали и услышали Поэтому, в общем, другого пути вроде и не было За редким-редким исключением Сейчас есть YouTube, например Сейчас есть компьютер, сейчас есть вообще Сейчас уже немножко, мне кажется, это уже есть и другие способы Но сегодня все равно, как и раньше и как и всегда Все-таки личные связи имели самое большое значение В первой части мы поговорили немножечко о том, что будет, собственно говоря, на концерте А сейчас хотелось бы узнать, как вы, собственно, пришли к музыке Мы знаем, что вы хотели заниматься танцами, начинали не с пианино, а начинали с флейты Вы из тех детей, которым нравилось заниматься музыкой или для которых это было некоторое мучение? Нет, что вы! Я даже не помню, как я к этому пришел, потому что я как-то вот сколько себя помню, столько музыка всегда была рядом Вы из музыкальной семьи? Я из музыкальной семьи И в семье всегда очень любили и слушали музыку И я, видимо, с раннего детства как-то стали проявляться какие-то предрасположенности все-таки к музыке Но не только к музыке, наверное, у меня была какая-то страсть к перевоплощению То есть, ну, театр тоже мог бы быть, но просто так получилось, что музыка Именно из-за семьи А музыка позволяет вам реализовывать это ваше желание перевоплощения? Конечно! Гораздо больше возможностей, чем в театре, я думаю Посредством чего? Потому что здесь не ограничена фантазия В театре все-таки она ограничена каким-то определенным образом Ну, в принципе, в театре вы ограничены текстом и в музыке, в принципе, тоже текстом Да, но в музыке фантазия, музыкальный язык менее конкретный, чем театральный, чем поэзия, вообще чем слово Поэтому здесь вообще можно, тут исполнитель, он и режиссер, и актер, и все, что можно себе представить Ну, вот что касается понимания, вот меня, например, всегда интересовал тот вопрос Как вы считаете, можно вообще понять классическую музыку, и можно ли ее понять? То есть, вот что нужно сделать, если вот человек, там, ну, назовем его обывателем Он не совсем искушен, скажем так, в этом вопросе Как он может понять классическую музыку? Ему нужно больше слушать, или ему нужно читать о ней? Или как-то иначе? Ему не надо себе ставить задачу, что-то там понимать в ней Ему нужно как можно больше освободиться внутренне, и ее слушать И получать как можно больше удовольствия И тогда это понимание придет само собой А как в таком случае отличить хорошую музыку от плохой? Это интуитивно происходит Вот человек либо отличает, либо не отличает Я считаю, что научиться этому совершенно невозможно Но есть же какие-то авторитеты, критики, я не знаю, также в классической музыке Которые имеют право критиковать с авторитетной точки зрения? Конечно, они имеют право, наверное, как-то критиковать Но уже другое дело, как эту критику потом воспринимать Потому что это тоже всего лишь мнение человека А как отличить хорошего исполнителя, опять-таки, обывателю от плохого? Если вроде бы, ну, вот все правильно сыграно, по нотам попал Критерий нравится, не нравится Здесь работает? Вот только он и работает Это вообще единственный критерий, я считаю Особенно для обывателя Для члена жюри, экзаменов, конкурсов, конечно, все по-другому Но даже для самых высоких профессионалов Все равно критерий нравится, не нравится Чаще всего срабатывает Но вот вы преподаете ведь, да, уже много лет И вы своим студентам, получается, такой же подход проповедуете? Конечно, нет Ну почему? Нет, понимаете, я вообще ничего не проповедую студентам И вообще никакой подход У меня задача У меня задача их научить играть Просто дать им мастерство Это самое важное История музыки у них и так есть Но, понимаете, вроде так, наверное, должно быть Что те студенты, которые поступают в консерваторию в идеале Им уже не надо ничего объяснять И не надо их учить какому-то особому отношению к музыке Это, в общем, уже и так должно у них быть А вы стали сразу преподавателем в консерватории? Вот эти промежуточные инстанции как-то проскочили? Какие промежуточные? Ну вот те, скажем так, инстанции, где необходимо учить Вы сказали, когда поступают в консерваторию, уже не нужно ничего учить А, нет, дело в том, что человек Тут у нас нету никаких промежуточных инстанций Я в школе тоже преподаю Правда, старшеклассникам Но это школа для особо одаренных детей Туда тоже должны поступать в идеале дети У которых тоже особая предрасположенность к музыке По крайней мере, не нужно их учить ее как-то любить Или понимать Ну то есть вот это само собой должно уже быть То есть это, можно сказать, гениальные дети? Нет, совсем так нельзя сказать Салантливые? Ну это называется для особо одаренных детей Другое дело уже, что попадают туда не всегда особо одаренные А бывает так, что особо одаренные не попадают Такое тоже бывает Хорошо, а как распознать? Вот особо одаренного в музыке Ну все дети что-то мурлычут, что-то поют Кто-то там пританцовывает Ну вообще это сразу понятно На самом деле человеку, который всю жизнь этим занимается Ему сразу понятна степень одаренности А родителям? В какой момент бежать? А родителям очень редко вообще что-либо понятно Потому что им, как правило, кажется, что любой ребенок Даже самый бездарный, что он самый-самый гениальный А приходится сталкиваться с такими историями Когда, например, ребенок одаренный Но родители не воспринимают музыку всерьез Мне кажется, что это то, чем вот ребенок может заниматься И достичь вообще успеха в своей жизни Очень часто И самое смешное и грустное одновременно Что родители очень часто правы Откуда же тогда конвейер берется О котором мы в первой части говорили? Вопреки Вопреки этому всему Но я могу только так сказать Что музыкой надо заниматься только в том случае Если человек чувствует, что он не может ничем другим заниматься Если у него какой-то вопрос стоит Что он может быть музыкант А может быть и сапожник А может и артист А может быть певец какой-нибудь То лучше этим вообще не заниматься То есть одержимость какая-то должна быть Да, одержимость – это такой необходимый компонент И если есть одержимость То, как правило, даже самые суровые родители Они как-то, в общем, в конце концов Уступают Подождите, ну а как же эти рассказы? Только благодаря моей маме, которая не пускала меня на футбол И заставляла сидеть около инструмента Там семь-восемь часов в день Я встала там Ну очень многие То есть кнут какой-то Должен присутствовать А это уже другое Это уже касается занятий Заниматься никто не хочет А вы тоже не хотели? Конечно нет И сейчас не хочу Вы просто, кажется, противоречите самому себе На каждом шагу Ну так уж оно Вот такая жизнь, понимаете Нет Заниматься никто не хочет Играть все хотят Но чтобы играть нужно заниматься Вот именно Здесь нужно все время Я сейчас имею в виду, что Каждое утро садиться за инструмент Для того, чтобы заниматься Для того, чтобы работать Очень мало кто действительно это хочет И, ну, иногда есть желание Но далеко не каждое утро А вот еще один такой глобальный вопрос И, может быть, вечный Вы как считаете, гениальными и талантливыми? Ну вот то, о чем мы говорили Ими рождаются или становятся все? Конечно, рождаются И стать ими Но вы только что говорили про труд Про каждый день, вот по роялю Это получается, что нужно работать все-таки над этим И никогда не стать гениальным Вот это именно то самое Понимаете Человек должен быть готов К тому, что он всю жизнь будет работать И не получит никакого признания И никакой не будет отдачи Вот только в этом случае он может Действительно этим и заниматься Вот если он готов Всю жизнь свою отдать музыке И ничего в итоге взамен от нее не получить Ни известности, ни денег, ни благополучия Но таких людей, наверное, немного Это все-таки очень такие критерии жесткие Вот Вообще-то не так многие должны этим заниматься Просто так вот сейчас получилось, что очень многие А вот если говорить опять же о целях Вы, может быть, как педагог на этот вопрос можете ответить Вот, казалось бы, сейчас мы уже говорили Есть Ютуб На Ютубе можно посмотреть массу исполнений Причем невероятно техничных Принято считать, что особенно азиатские представители В общем Азии Там китайцы и японцы этим славятся Что они очень техничные Они уже играют Ну невероятно там Вот получается, здесь уже взяты эти высоты А зачем тогда нужно стремиться? Вот что? Это глубина пресловутая? Или что? Что? Я не понял вопрос Ну то есть Техника уже вот сейчас доступна абсолютно любая А на Ютубе можно посмотреть, как люди говорят Технично невероятно Нет, ну, во-первых, техника тоже далеко не всем Это все-таки не каждый человек тоже достигает Ну многие достигли уже Просто судя по каким-то видеороликам Некоторые забывают, что это все-таки техника, это средство Вот я про это и спрашиваю Да, все-таки это средство для выражения Вообще личности Более того, не столько своей Сколько просто для того, чтобы Она, техника должна быть ровно столько, чтобы Мочь передать дух Композитора Ну Дух композитора Да Если мы сталкиваемся с таким понятием Да, конечно А что значит дух композитора? Ну это А как же интерпретация композитора, например? А, ну это уже потом То есть интерпретация тоже Все это вместе Без мастерства Я не люблю слово техника Это лучше мастерство говорить, мне кажется Без мастерства это и невозможно Потому что мастерство означает Если совсем Огрублять выражение Это просто свобода Свобода выражения Вот если, допустим, ваш ученик С точки зрения мастерства Вот идеален стопроцентно Да, играет очень Все правильно Все, но нет вот того самого вот Способности передать дух композитора Как вы ему объясняете Чего ему не хватает? Вы знаете, никак Если нет способностей Вот именно передать дух То, к сожалению, они не появятся Вот если эти способности есть Но нет возможности Нет достаточного мастерства Тогда вот это вот возможно все сделать То есть мастерство можно передать Как раз Научить играть можно А связана ли вот способность Передачи духа композитора Вообще жизненным опытом? Как это, например, иногда говорят про актеров Что не может 18-летний человек Вот просто научиться играть, допустим, влюбленного человека Если он это не пережил в жизни Или сыграть скорбь Если у него не случалось Каких-то вот таких историй в музыке Актуально вот это вот тоже? Это очень распространенное мнение Я с ним абсолютно не согласен Почему? Потому что нет никакой связи Жизненного опыта И это и вообще совершенно другие чувства Одни чувства происходят в реальности Другие чувства художественные Это же отражение жизни? Нет, это не отражение Это, я бы сказал, не отражение Это параллельная жизнь Которая может быть похожа Но совершенно другая, тем не менее На самом деле А в чём различие? Вот если вы можете выразить В чём существенное различие? Существенное различие Параллельное вот это Существенное различие в том, что Вот этот вот художественный мир Он всё-таки рождён фантазией человека То есть здесь нужно иметь фантазию Вот больше ничего не нужно Фантазия самое главное и самое основное Но ведь импульс даёт всё какое-то жизненное переживание Вы сами в первой части описывали композитора Который на основе событий, которые он увидел Написал свои произведения Но если бы у него не было гениального таланта композитора Он мог увидеть всё, что угодно И ещё гораздо более страшного И ничего бы он тогда всё равно не смог передать Это уже, это может быть явилось импульсом Импульсом может явиться всё, что угодно Все наши впечатления, все встречи Они дают импульс для вот этой вот Параллельной художественной жизни Но если нету предрасположенности к ней И умения тоже ей жить То ничего, ничего Я очень многих знаю, у которых происходили ужасные вещи В жизни И казалось бы, это музыканты И казалось бы, должны теперь заиграть по-другому И совершенно ничего подобного Как играли, как дубины, так и играют И наоборот Бывает, что человек ничего Можно сказать, на него смотришь Ничего не предвещает Потом он садится и за инструменты И там какие-то совершенно космические дали появляются Потом уходит из-за инструмента И опять становится абсолютно ординарным Неинтересным Такие странные вещи А пианист-профессионал Это человек, который обязан Уметь передать дух любого композитора Или он вправе все-таки иметь Как бы, ну, свои какие-то предпочтения А вот кого-то не играть никогда Конечно, он может выбирать сам Чего он играет Уже взрослый артист Когда он студент, он, наверное, обязан Ну, обязан, не знаю Но я считаю, что ему надо пробовать Очень много и все То есть уметь он должен Вот то, что вы сказали вначале Уметь надо Но уже дальше он сам решает Чем он пользуется Каким умением Он уже должен отбирать Политическая обстановка влияет как-то на музыку? На классическую музыку? Нет, никак не влияет Никак не влияет То есть вот, несмотря на все какие-то перипетии Которые происходят сейчас Политические, геополитические На классических музыкантов На музыку это как бы никак не влияет Ну, на музыкантов, как на людей, наверное, влияет На вас влияет? Лично на меня никак не влияет Вообще, есть музыканты, на которых это сильно влияет очень То есть вы до просмотра программы «Новости» об очередном теракте, и вы после, это один и тот же пианист? Если вдруг вы узнали о чем-то таком перед концертом? То есть эмоционально на вас не влияет? Нет, нет, но это совсем другое. Это, конечно, эмоционально влияет, не может не влиять. Но это может помешать. А помочь? Нет, никак. Нет, только помешать. Еще один такой конфликтный вопрос. Должен ли человек, занимающийся искусством, классический музыкант, занимать какую-то политическую позицию и высказываться по этому поводу? Или должен быть вне этого? Заниматься своим делом исключительно? Вы знаете, не знаю. Он может, конечно, как любой человек, он вообще свободен в том, что занимать позицию или не занимать. Но это совершенно никак не повлияет на его деятельность. Не повлияет, считается. На художественную, музыкальную, это никак не повлияет, кроме того, что если он будет слишком много отвлекаться и заниматься какими-то другими делами, то у него уже, может быть, не будет времени на свое дело. Искусство вообще очень ревнивая вещь. Если от него отвлекаться, то оно будет, конечно, недовольно. — Ну вот в Сирии, например, не так давно на руинах Пальмиры состоялся концерт, в котором приняли участие и Сергей Ралдугин, и Валерий Гергиев. Вы считаете, что это больше политика или больше искусства, и это красиво? — Я считаю, что это политика. Конечно. Но другое уже дело... — Но сам концерт вы оценили? Вы увидели этот концерт? — Я так краем глаза и краем уха немножко слышал, то, как они играли. Они, может быть, очень хорошо играли, я, честно говоря, не помню. Наверное, музыканты высокого уровня. Но сам концерт, конечно, имел отношение... Наверное, понятно, что это все-таки какое-то политическое мероприятие. — Скажите, а есть ли у вас уже сейчас ученики, про которых вы можете сказать, что да, они круче вас? — Переросли. — Я никогда так не оценив учеников. Я их и друг с другом стараюсь не сравнивать, и тем более стараюсь не сравнивать с собой. Поэтому у меня еще все-таки недостаточный стаж работы, чтобы уже... Хотя уже некоторые ученики, как, например, Артур, уже занимают какие-то такие достаточно твердые позиции. Это очень приятно. — Ну, кстати, да, вы мне напомнили, что я хотел спросить. Вы ведь стали педагогом, будучи достаточно и даже вполне молодым человеком. Вот вы в какой момент почувствовали, что вы готовы преподавать? Или для вас вопрос в такой общине стоял? — Меня всегда тянуло к преподаванию. — Но это же большая ответственность, довольно. — Да, конечно. Но почему ее надо бояться? — По разным причинам ее можно бояться. То есть вы не боялись? — Никогда, нет. Здесь я чувствовала себя уверенно. Когда чувствуешь себя уверенно, то уже ничего не страшно. — У вас есть сейчас возможность напрямую обратиться к слушателям, которые придут завтра на ваш концерт. Что бы вы хотели им сказать? — Ну, я их только хотел бы позвать на концерт. — Давайте допомним тогда, где, во сколько и когда стоит концерт еще раз. — Может быть. — Концерт состоится завтра, 30 июля, 18.00 в Новой церкви Святой Гертруды. И будет выступать наш гость-пианист Яков Кацнельсон. Замечательный, подготовленный им самим, без всякого нажима со стороны организаторов программы. — Хорошо, на этом мы закончим. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Эту программу провели Карина Эванс. — И Андрей Лешкевич. — И звукорежиссер Евгений Копеин. Всего вам доброго. До свидания.